Пекине подвели десятилетние итоги китайской внешней политики. Первое в мире умное рыбоводческое судно выращивает несколько тысяч тонн желтого горбыля в год. В провинции Сычуань сельское хозяйство развивает экономику всего региона. В Китае создали альянс по сохранению снежного барса. Китай продолжит мирное сотрудничество с ближайшими соседями. Об этом говорится в обращении председателя КНР к участникам международной конференции в Пекине. Симпозиум посвятили десятилетию китайской дипломатической концепции, выдвинутой Си Цзиньпином после его избрания на пост главы государства в 2013 году. Концепция стала основой внешнеполитического курса страны и подразумевает доброжелательность, искренность, взаимовыгодное сотрудничество и инклюзивность в отношениях с сопредельными странами. Итоги за 10 лет подвел глава МИД КНР Ван И. Он подчеркнул, что китайские инициативы, в том числе пояс и путь, а также построение сообщества единой судьбы, за эти годы всегда находили поддержку ближайших соседей. В конференции приняли участие дипломаты, эксперты по международной политике и представители глобальных организаций. Первое в мире умное рыбоводческое судно водоизмещением 100 тысяч тонн выращивает больших желтых горбылей у берегов провинции Джадзян. Рыбу разводят прямо на борту. У нас есть 15 резервуаров для разведения рыбы. Их общая площадь 90 тысяч квадратных метров. Это примерно как 36 стандартных плавательных бассейнов. В год мы можем производить более 3,5 тысяч тонн больших желтых горбылей. Кормление рыбы полностью автоматизировано. Время, состав и скорость подачи корма можно регулировать. Воду в резервуарах меняют 16 раз в день. А чтобы горбыли были в хорошей физической форме, насосы формируют подводные течения. Выловленную рыбу охлаждают и помещают в вакуумные упаковки здесь же, на борту судна. Благодаря отлаженным технологиям она может попасть на стол к покупателю уже через 6 часов. 17 национальных сельскохозяйственных парков, густые леса, где живут большие панды и знаменитые на всю страну блюда местной кухни, все это провинция Сычуань. Ключевую роль в экономическом развитии одного из крупнейших регионов на юго-западе Китая играет аграрная продукция. Уезд Цзэджун славится красными апельсинами. Этот сорт привезли из Италии еще 30 лет назад. Уже здесь над ним поработали местные селекционеры, а фермеры объединили усилия и организовали кооператив по выращиванию цитрусовых. Более ста домохозяйств присоединились к нашему кооперативу. Четыре года назад мы посадили эти апельсиновые деревья и вот, наконец, ожидаем первого урожая. Апельсины будут готовы к сбору уже в январе следующего года. Мы планируем выручить за них около двух миллионов юаней. В уезде Цзэджун на площади более 13 тысяч гектаров выращивают 400 тысяч тонн таких плодов. Это 60 процентов от всего производства апельсинов в стране. Но это далеко не единственный источник доходов местных аграриев. Здешнее правительство продвигает развитие интегрированного сельского хозяйства. Для этого даже построили демонстрационный парк. Здесь мы начали развивать рыбоводство. У подножия гора обустроили пруды для разведения рыбы. Вода из прудов годится для полива деревьев, а органические отходы идут на разведение свиней. Вся эта экосистема позволяет изучать, разводить, культивировать и успешно продавать нашу продукцию. В провинции Сычуань продолжают развивать сельское хозяйство, в том числе внедряя высокие технологии. По прогнозам, к 2030 году больше половины фермеров будут собирать урожай с использованием умной техники нового поколения. Эти уникальные кадры сняты в горах неподалеку от города Лхаса, столицы тибетского автономного района на юго-западе Китая. Семья снежных барсов, мамы и двое детенышей попали в объектив автоматической камеры в горной долине Найнан, на высоте почти 6000 метров над уровнем моря. В этом районе установлено несколько автоматических инфракрасных камер, позволяющих вести съемку и днем, и ночью. Все они в этом году запечатлели снежного барса. Мониторинг дикой природы здесь ведется с 2021 года. Исследователи за это время насчитали как минимум семь особей этих редких кошачьих. Зафиксировано немало и других краснокнижных животных. Сегодня под национальной защитой первого уровня в долине Найнан находится 49 видов. Снежный барс к тому же внесен в список уязвимых видов Международного союза охраны природы. По оценкам экспертов, популяция снежных барсов в высокогорном национальном парке Саньзан-Юань составляет сейчас около 1200 особей. А недавно в Китае создали альянс по сохранению снежного барса Цинхай-Тибетского Нагорья. Ожидается, что это поможет создать эффективную систему и механизм сотрудничества по всей стране для совместной защиты редких кошачьих.